Дети сожгли Ми-8 на российской военной базе. Деньги получил за это? Нет. Частный вертолет главы Дагестана накрыл пылью учеников, которые вышли его встречать. В Черябинской области несколько поселков уходят под воду, а власти молчат. Канализацию откачивали, она у них 4 куба, 10 кубов машина откачала, вот столечко только ушло. Патронов больше нет, военные выкриками «Бу-бу-бу» имитируют стрельбу. Всем привет, меня зовут Юлия Корт и это программа «В тренде». Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости, показываем интересные видео и развенчиваем фейки. Только представьте, военные вертолеты уничтожают в тылу уже даже российские школьники. Ученики из Омска сожгли Ми-8 на российской военной базе. Два 16-летних подростка из Омска проникли на военную базу и уничтожили вражескую вертушку. Их задержали. Предположительно, подростки действовали по заданию, за выполнение которого им якобы обещали 20 тысяч долларов. Задание выполнили, но денег не получили. Понимаете, за что мы здесь? Да. Понимаешь? За что был этот, как его, безупречно задержан? За проникновенную территорию. Какую проникновенную территорию? Куда? Вертолетная площадка. Вертолетная площадка. Подожгли вертолет? Да. Говори, что делал. Говори, что делал. Дали задание, подожгли. Подожгли задание. Вместе с Ромой поджигал? Ну, он стоял, снимал просто. Он снимал, снимал. Задание кто дал? Неизвестный написал. Неизвестный написал. Где написал? С днем телефоне написал? Переписка осталась? Нет, удалил. Переписку удалил? Да, но объяснил задание, я спросил, с чем-то связанно, он сказал, что с обновлечением. Деньги получил за это? Нет. Сколько обещал? 20 тысяч долларов. Стоимость нового такого вертолета порядка полумиллиарда рублей. Омский суд отправил их в СИЗО. Подростки обвиняются по статье о теракте. Им грозит до 20 лет колонии. Спасатели придумали новую цель так называемой СВО. Оказывается, дело не в Донбассе и мнимых нацистах. Все делается для того, чтобы спасти мир от создания Всемирной финансовой империи. Мы сейчас спасаем человечество от очередного зла, от очередной аферы, от попытки создать Всемирную финансовую империю ради нескольких английских и американских семей, которые владеют Федеральной резервной системой США. Это для этого необходимо бомбить Харьков, Запорожье, Донецкую область с Кабами? Интересно, а как они будут спасать мир, если они даже ракету Сатана запустить не могут? Мы знаем, как любят комфорт российские чиновники. Чтобы не тарахтеть по убитым российским дорогам, глава Республики Дагестана Сергей Меликов прибыл в село Ханах на частном вертолете. Весь пафос был для того, чтобы открыть бюст участнику войны в Украине. По совместительству ученику местной школы. Когда глава Дагестана приземлился у школы, собравшихся его встречать учеников, накрыло пылью. СИГНАЛИЗАЦИИ Помните, как в песне про волшебника в голубом вертолете? Только сказка оказалась не такой уж и доброй. Дети просто наглотались пыли. А как вам это? Лучшим ученикам в российских школах будут выдавать тетрадки с фотографией погибших оккупантов. С Татьяной Филоненко с Новосибирской они выпустили вот такие вот тетради участников СВО. Вот, может быть, даже и взять как в награду учащимся в нашем школах вручать. Не просто так, как в расшифровку, ну вот в активную печать, а именно пустить как в почтительную тетрадь. Это вот наш парень, который служил, он родился в Новосибирске, а служил у нас в 24-м полку. А вот такие тетради получили дети-переселенцы из Курской области. Пиар на войне. Это стандартная схема для российских чиновников. Беспилотники в каждый дом. Такая фраза прозвучала на форуме «Цифровая транспортизация 2024», который проводится при поддержке российского Минтранса. Вот с такой наклейкой. Я надеюсь, что нам повезет. И у нас тоже доедет груз такой наклейкой. Мы хотим просто сказать, что беспилотники в каждый дом. Давайте посмотрим. Вот, может быть, даже акцию сделаем. Поймай беспилотник, поймай груз, который перевезет. Ее слова стали фразой дня. А ролик с ней быстро разошелся как по российским, так и по украинским телеграм-каналам. Речь идет о беспилотном транспорте. Но на фоне новостей фраза прозвучала двусмысленно. Вам не кажется? В зале люди тоже засмеялись. Довольно зловещий для россиян и обнадеживающий для украинцев на фоне успешных атак дронов ВСУ по вражеским арсеналам и другим военным объектам на России. Причем россияне уже не на шутку напуганные украинскими атаками дронов возмутили словами российской чиновницы. А украинцы вдохновились такой перспективой скорого окончания войны. По заказу Госдумы сняли очередной ролик узкого мира. Втулили туда все. Ипотеку, разводы и даже рождаемость. Ну и кто теперь разведенка с прицепом? Семейная ипотека от 3,5%. Детишками до 6 лет. Ну еще и жировать на алименты можно. Сплошные плюсы. А куда делся предыдущий муж и отец? Не вернулся с вашей СВО? А с каких пор ставка на Россию 3,5% стала настолько льготной? И это все вы называете традиционные ценности, да, россияне? Только в итоге и этого заберут на войну. А одинокая девушка будет с очередным мигрантом, даже если этого не захочет. Российские военнослужащие записали обращение, где жалуются на тяжелые последствия ранений и отсутствие достаточной медицинской помощи. У одного нет натурального полголовы, то есть повреждена кость. У второго нет челюсти, у третьего нет глаза. Значит, момент и полголовы тоже, да. Значит, просьба общая какая? Приравняйте штормы, соответственно, к другим частям. Потому что у пацанов есть проблема, как восстанавливать свое здоровье. Они свой долг родине отдали. Они отдали здоровье, оппозицию удержали. Я думаю, что такая ситуация не только здесь. Потому что штормы, они находятся в другой правовой зоне, другие выплаты. Приехал на войну, отвоевал за путинские имперские замашки, развалился в прямом смысле слова. Теперь командованию пофигу на них. Ничего удивительного для России. Рот откроете, заберем все и сядете в тюрьму. Власти продолжают угрожать женам и матерям мобилизованных. Одна из российских матерей рассказала, почему к Минобороны вышли не все женщины из тех, которые планировали. Пошло вот это вот жуткое давление. Девочек снимали с поездов. Девочек просто терроризировали при помощи опеки, полиции. Жювенальная юстиция подключалась. Школы подключались, которые угрожали, что детей поставят на учет в комнату полиции. Как стало известно, на одну из жен давил лично мэр, а другую и вовсе сняли с поезда по пути на Москву. Ведь правда, это все не похоже на ту Россию, которую показывают на федеральных каналах. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео. И обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. Фонд племянницы Путина пошел ва-банк. Родственница кровавого диктатора отправляет вдов и детей погибших военных в путешествие. После того, как ее дядюшка оставил семьи без кормильца. Челябинское отделение фонда племянницы Путина, защитники Отечества, отчиталось о поездке в Карелию. Это получается, они думают, что путешествия боль от потери заглушат. Или человека вернут. Боже, какой кошмар. Они очень сильно боятся. Керченскому мосту скоро будет хана. И Кремль понимает, что пахнет жареным. Поэтому всячески защищает Керченский мост, нашпиговывая окрестности системами ПВО. На острове Тузла россияне устанавливают металлические башни с платформами для ПВО, ориентированные на защиту моста. Это можно увидеть на снимках. А вот в Мариуполе открылся так называемый Центр гражданско-патриотического воспитания. Тут будут промывать детям мозги. Пропагандистская работа будет проводиться по направлениям армии тыла, технофронт и герои регионов. Организован он на базе Приазовского государственного технического университета, который в 22-м году уничтожили россияне. После прихода освободителей он выглядел вот так. А контролировать восстановление приезжал друг Путина Марат Хуснулин. Пока в Мариуполе ведут свою пропагандистскую работу, в российском Петербурге студентов колледжи отправляют на военные сборы. Для участия не требуют медкомиссий. Все решает педсостав. А факт присутствия студентов обязателен. В колледже студентов будут учить стрелять из автомата АК-74. Сборы пройдут на базе «Пионер» в Ленинградской области. А в течение осени планируются три волны таких мероприятий. В Челябинской области несколько поселков уходят под воду, а власти молчат. Люди покидают свои дома, а те, кому некуда уезжать, живут как на острове. Ходят по самодельным мостам, выкачивают воду из подвала вручную, а в туалет только в болотных сапогах. Дело в том, что нам откачивать некуда. Ее отсюда нет. Можно приезжать осенизаторская машина. Ой, канализацию откачивали, она у них четыре куба. Десять кубов машина откачала. Вот столечко только ушло, он вытащил вот этот шланг, и тут же она полностью залилась. Здесь это не поможет. Здесь же шесть дворов вот так вот затоплены. Откачивайте, если только, как сказать, если пожарка приедет и прокинут шланги, и будут качать, качать, тогда вся вода уйдет, конечно. Некоторые дома затоплены по колено. Фундаменты гниют. Люди страдают от насекомых и огромного числа лягушек. Бода-то под домом стоит. Она вот видите, вот фундамент. Это у них высокая сторона. А там-то у них здесь пристроен повыше, а сам дом-то он пониже. Это вот там вот сейчас она увидит. Все дело в заброшенных шахтах. На протяжении многих лет люди страдали от подтоплений. А теперь шахты переполнены водой. Начались провалы грунта. Вокруг поселков образовались огромные озера. Своих проблем по горло. А им все больше территорий нужно захватить. Со своими разберитесь, захватчики хребли. Импортозамещение российского автопрома на китайский закончилось прахом. Китай сообщил, что отключит россиянам электромобили, ввезенные без разрешения. Производитель популярных электрокаров «Зикр» решил так бороться с незаконным экспортом в Российскую Федерацию, отключая у серых машин все функции мультимедиа и возможность подзарядки. Кстати, под блокировку потенциально могут попасть не менее третий «Зикр». Чем это чревато? У авто перестанет запускаться двигатель, из-за чего он превратится в бесполезный кусок металла. Четыре миллиона рублей в унитаз. Кушайте, не обляпайтесь. Проблемы с боеприпасами? Уже экономят даже патроны. Военные выкриками «Бу-бу-бу» имитировали стрельбу на учениях. Минобороны Российской Федерации в понедельник опубликовала видео с российско-лаосских учений «Ларос-2024» в Приморье, на котором слышно, как лаосские бойцы имитируют звуки выстрелов голосом. 2022 год. Киев за три дня. 2024 год. В условиях недостатка боеприпасов имитация выстрелов голосом. «Бу-бу-бу», россияне. «Бу-бу-бу». Команду! Горь! Бу-бу-бу-бу!